добрый день коллеги добро пожаловать на подкаст сегодня у нас 5 декабря подошла концу первая неделя торгов первого месяца зимы неделя конечно была просто веселой если можно так и назвать и chart fest который мы проводили с коллегами анализировали графики можно было сравнить с комментарием хорошего футбольного матча потому что изменения были конечно колоссальные очень очень много триггеров очень много волатильных волатильных моментов и у нас сегодня подкаст будет в новом формате в том формате который вы просили просили сделать или иные акценты и я их учел поэтому возможно будет чуть длиннее но мы затронем очень важные темы чтобы нам точно понимать в какую сторону движется рынок мне очень важно чтобы вы это понимали потому что время неспокойное каждый смотрит на свой портфель и думает что он делает не так но не всегда тут проблемы именно в управленце портфелем и сейчас очень много надо смотреть на рынок на разные тела движения и я хочу сделать очень такой расширенный подкаст сейчас и буквально разобрать на молекулы самые важные темы последних торговых сессий прежде чем начнем дисклеймер хочу напомнить что представлен информация в данном канале ни в коем случае не является индивидуальной истонной рекомендации ни при каких условиях все информация предоставляется исключительно в целях ознакомления и самообразования хорошо поехали у нас сегодня следующие темы будут первое мы разберем итоги недели и недели с точки зрения технического анализа я выписал важные моменты которые мы обсуждали с нашими коллегами сейчас мы посмотрим по графикам разберем по секторам посмотрим на волатильность скажу на что обращать внимание где были заметные движения разберем отчеты загса которые они недавно выпустили 2 1 по поводу топ 7 бумаг на обучающих 30 дней и 2 отчет по поводу защиты от инфляции разберем в частности спай посмотрим как он себя ведет где его ждать и куда он может сходить разберем от что сделали управляющие внутри недели прошлой неделе американские по вэлью инвестиции мы что сделали российские управляющие почему до сих пор мы находимся больше части в кэше что покупали какие акции покупали на прошлой неделе по моему даже прошлом месяце лоу мейкерс это законодатели белого дома сша про волатильность поговорим про делать движение феда про общий сантимент мартин свайк очень интересная публикация была тоже они в двух словах расскажу новый подкаст вышел новый трейд даже новый вебинар можно сказать вышел новый вебинар вышел как отбирать акции для торговли так но формат феда это сейчас мы разберем о чем идет речь поговорим о том что делать в целом и куда смотреть вот такие важные темы будут давайте начнем начнем мы наверное с технического анализа нашего главного индикатора спай что я писала здесь что на что важно обратить внимание первое мы сломали очень важный уровень 50 средняя и обратите внимание на очень серьезных объемах вот они объемы красные много было распродаж это говорит о том что делают крупные игроки наша задача с вами на рынке ценных бумаг не выискивают какие-то секреты как можно правильно прочитать графики или секрет секретов нет задача довольно таки тривиальная и простая наша наша единственная цель понимать что делают главные игроки что делают киты что делают маркет-мейкеры что как их еще называть что делает фонды крупные что делают смарт-мании что делают институциональные игроки потом нам нам важно смотреть на графики на те же уровни что что и смотрят они потому что куда они будут держать фокус туда нас и понесет неважно каких мы бумагах да я это неоднократно подчеркивал поэтому нам важно смотреть те же уровни что смотрит институционала первое на что мы обращаем внимание это то что мы сломали 50 среднего второе мы видим что сломали мы на очень серьезных объемах частные игроки таких таких вещей делать не могут второе что мы видим что это такое примерно такое уже у нас было в сентябре видите вот такая же история была и в сентябре что у нас был дельта появилась дельта штамм а сейчас появился другой штамм и мы вот эта реакция на 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 штаммы и мы уже видели такое увидели просадку видели что портился rsi сейчас он тоже в отвратительном состоянии и важный момент еще по full с того это у нас называется стахать стахать стахастикса стикс очень важный индикатор он показывает тем те места где рынок очень сильно проваливается потом начинается разворот вот смотрите он прямо очень четко все показывает и то чего нельзя увидеть на магде или на ирса и можно увидеть на на своем с того я называю все время 100 поэтому полностью не произношу и мы видим что вот вот это опасное уровень это опасно мы здесь уже были мы здесь были в феврале в марте прошлого года помните когда просадка была мы сходили сюда потом было в сентябре тоже пришли сюда потом в октябре двадцатого года тоже пришли что ему увидеть прям по графику видите провал 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 вот они прям здесь их можно видеть здесь не дошли в январе до была просадка но нам было не сильно видеть она была не глубокая мы не сходили на на сотую мы пробили 50 но мы не сходили на сотую а здесь мы приходили на сотую то есть там где 100 с того сразу вам показывает здесь у нас не было здесь смотрите ведь мы не дошли пробили только 50 на серьезных объемах это все делать и санала что вы понимали видите тут участники такие вещи не могут делать в мае не пробили пробили в сентябре как я уже отметил новый штамм объявлен в октябре ну это та же история про чтить почти мы видим опять же вот вот она эта просадка мы пробили 100 сотую 130 я уже 50 уже не беру до 100 и 130 тоже на серьезных объемах и опять мы пришли сюда декабре прошу по пробили 100 на и пришли опять вот на этот уровень отвратительный и здесь должна быть точка разворота то есть вот она должна быть здесь да вот здесь она должна быть точка разворота скоро вот и о чем я хотел сказать первое обратите внимание весь прошлый год мы работали с 50-ой средней это в первую очередь но не в первую а в основную в основном момент был связано с экспирациями и каждый раз мы отбивались отбивались от 50-ой я каждый раз говорил что когда нибудь мы эту дамбу прорвем и мы прорвали ее и сходили на 100 и и 130 про 130 я тоже писал это и было и в сентябре и было в сентябре что мы работаем со 130 средней им мы от нее отбиваемся мы один раз отбились в октябре прошлого года от нее мы отбивались в январе прошлого года потом мы отбились в сентябре текущего В октябре, в сентябре, да, в сентябре, в октябре текущего года, вот, чтобы вы понимали, это сильные уровни, и сейчас мы на 50-й, сейчас мы лежим на 50-й, вот она, да, по спаю, вот мы лежим на 50-й, и если ситуация будет ухудшаться, давайте я возьму на меньший таймфрейм, здесь у нас, по-моему, двухлетний, да, стоит, давайте годовой сделаем. Ну вот, да, здесь четко видно, мы пробили 50-й, то есть следующий уровень, если мы идем, мы идем на сотку, и если мы пробиваем сотку, то идем на 130, все на графиках видно, не надо здесь никаких кофейных гущ, не надо говорить, что это казино, там, или еще что-то, вот, сотка следующая, потом 130-я, если мы отбиваемся здесь, здесь, или здесь, то мы идем до предыдущих максимумов, предыдущих максимум было 474, сначала был 471, вот здесь вот, в ноябре, потом он был, в начале ноября был, потом был в конце ноября, вот он, локальный максимум, да, и если мы здесь пробиваем, то мы тянемся к этому максимуму, 474, то есть вот, если мы придем сюда или сюда, да, то есть резюмируя, наши следующие уровни, вот здесь вот они, вот здесь, здесь, если мы пробиваем, то мы возвращаемся потом сюда, вот так это работает, чтобы вы понимали, и смотрим обязательно на уровне, кто управляет рынком, кто, 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 не вот эти вот козявочки, я извиняюсь, да, а вот такие вот, вот такие плиты, блоки должны быть, блочный трейдинг, поэтому я иногда, когда успеваю, не забываю, публикую блочные сделки, чтобы вы понимали, кто, кто управляет бумагой или индексом, кто заходит туда, это очень важно, потому что вас вынесет, если будут блочные продажи, ну вот, окей, итак, по, про среднем мы посмотрели, про валюм сказали, про то, что в сентябре был дельта, а в декабре омикрон сказали, про RSI посмотрели, Momentum STO посмотрели, со SPI, надеюсь, все понятно, если остались вопросы, задавайте, буду, буду на них отвечать. Теперь пойдем дальше, посмотрим, что у нас по секторам происходило, вот эти сектора, посмотрим по RSI, RSI, кто у нас стронг, сильный сектор, да, более-менее, именно по RSI, выше 30, мы видим, что большое количество секторов сейчас, ой, не секторов, а индексов выше 30 по RSI, вот, но картина очень слабая, как бы все равно надо на это обращать внимание, и сказать, что рынок сейчас сильный, не приходится, это видно по RSI, вот по секторам, я хотел вам показать, вот по секторам, здесь ситуация чуть-чуть получше, мы видим, что утилита сильный сектор, а real estate хорошо себя чувствует, технологический сектор, степлс, XLE, энергетический сектор, хоть здесь и проливы, но по RSI, они, они абсолютно, ну, нормальные, XLY, XLB materials, это чуть-чуть подпортился, S&P сам, ну, как бы, есть проливы, но по RSI здесь сказать, что прямо вот аховая история не приходится, вот, поэтому по секторам мы сейчас еще детально посмотрим на других диаграммах, здесь тоже сказать, что прямо жуть-жуть не приходится, это локальная история, которую нужно просто пережить. Окей, да, XLK, кстати говоря, тащил вниз, две бумаги тащили вниз, и это были Netflix и Facebook, обратите внимание, что здесь история, история не шла в целом по сектору, просто в этих, в этом секторе большую роль занимают Netflix и Facebook, и вот они протащили этот, этот сектор вниз. Сейчас мы еще раз вернемся сюда. Да, да, так произошло. Вот, сейчас я по секторам другой диаграмм покажу. Викс, что касательно Викса, здесь очень важный момент, нужно понимать, что... А, давайте еще раз по секторам. Те RSI, где... Те сектора, где RSI очень хорошие, выше 30 и даже выше 50, там ищут потенциально наши коллеги американские сильные бумаги, защитные бумаги, вот я себе написал про Тект, защитные бумаги, в которых можно защищаться, когда вот происходит такая волатильность. Что касается Викса, давайте сходим в Discord, я хотел вам показать такой момент, что у Викса, как и у индекса S&P, тоже есть вещи, на которые стоит обращать внимание и понимать, когда же он успокоится. Сейчас я вам покажу, как он работает. И его точка разворота, это он, да, мы сходили 35-32, у нас было, да, его точка разворота 40. Это историческая точка, это не потому, что я так сказал, но историческая точка 40. То есть, если он дойдет до 40, это будет точка разворота. Поэтому, если вы с ним работаете, знайте, что на 40 он пойдет обратно. Вот, он себя так ведет. Поэтому имейте это в виду, если вы в нем и вы с ним сейчас работаете. Что еще? Давайте я отмечу, о чем я сказал, чтобы не возвращаться туда. Так, какие у нас были заметные... Так, по спае мы все разобрали. Заметные движения. По Виксу сказал, заметные движения. Заметные движения. Давайте сходим в Discord. Да, заметные движения мы... Вот они сейчас. Я здесь написал. Да, вот. Мы увидели, что S&P пробил сильный уровень. Мы увидели, что Powell действительно очень старается правильно работать, безопасно работать с инфляцией. Мы увидели, что Omicron обеспокоены во многих странах, потому что его обнаружили в 38 странах по всему миру. Также мы увидели, что вышли хорошие... Хорошая отчетность по unemployment. Это безработица. И majority of sectors below their 50-day moving average. То есть основные сектора все-таки находятся ниже 50-й средней. То есть тренды чуть-чуть попортились. И это видно вот по этой диаграмме. Помните, мы на прошлой неделе смотрели, у нас красненькие были вот здесь, вот здесь, вот. Но потом вот все очень-очень так хорошенько попортилось. Здесь, в Dow, в Russell. Тут вообще 150-е уже поломалось. На это надо обращать внимание, чтобы понимать, что это не у вас портфель какой-то неинтересный и неправильно подобранный. Это ситуация в целом с сектором. Всегда же так анализируется. Индекс, сектор, бумага. Вы же не можете одну бумагу просто взять и анализировать. So, давайте посмотрим, что еще у нас интересное было. Да, value. Value инвестор наш. Что он сделал? Сходим в стратегию. Посмотрим, что он делал на этом рынке. Первое. Мы видим, что он подвел итоги. Сейчас, где это было? Он подвел итоги и написал, кого он шортит. Шорт ARKK, ARKF, NQ, NASDAQ, FUTURES, NET и RIVEN. Это у него шорты. Ланги, USFUTURES, TLT и USCASH. В кэше у него больше 50%. Тренд-портфолио американский управляющий у него больше 85%. Также мы увидели, что российский брокер Сбер тоже сделал ребалансировку. Он убрал LAMRESERCH, добавил FISERF и Salesforce добавил. Да, вот две акции он добавил. Это его текущий портфель. Что еще у нас было из интересного? Так, Value Puru я сказал. Был Buy the Deep очень сильный. Смотрите, это вот про Puru Saxena я сказал, что было. Но Value еще происходит очень сильно Buy the Deep у Джозефа Карлсона. Он выкупает бумаги, очень много бумаг выкупает. Обратите внимание, да, недвигу, Дисней. И он это делает всю волатильность. Кстати, обратите внимание, Puru еще подвел итоги доходности своего портфеля. С сентября, с начала года подвел итоги очень хорошие. Вот, Buy the Deep происходит очень сильный у Карлсона. Он и фиксирует, это он зафиксировал доходность. Смотрите, какие цифры вообще великолепные просто. 69% заработал, 45%, 2,28% окей. 21% на бумаге заработал. Вот инвестор. И вот он выкупает. Spotify, Amazon, IGV, Google выкупает. Выкупает просадки стильных бумаг. Costco выкупает. Прямо видно всю эту, всю волатильность он выкупает. Каждый работает по-своему. Puru Saxena shorted и longed. Карлсон только в лонг и довольно-таки очень успешно. Про Trend.RF портфель сказал, что они тоже сделали ребалансировку. Про Cash сказал. Lowmakers, что закупали на прошлой неделе законодатели, эти инсайдеры, которые говорят, что инсайдинг это незаконно, а сами инсайдят. Так, ветка Wall Street нам нужна. Вот она. Что закупали? Blackstone Group, Caterpillar, Lockheed Martin, Schlemberge, St, Sculptor, PayPal, Microsoft, CrowdStrike, Dow, OnSemi, Procter & Gable, PPI, Pioneer, KKR. Это то, что они закупали в прошлом месяце. Да, в прошлом месяце. Вот в этих бумагах сидят инсайдеры. Инсайдеры именно те, кто работает в Белом доме. Явно они что-то знают, раз закупают эти бумаги. Явно они что-то там... Явно они знают то, чего не знаем мы и закупают эти бумаги. Идем дальше. Лоумейкер сказал. Про волатильность я вам показал, на что обращать внимание и куда может сходить. Профет сказал, что они стараются. И Профет... Я напомню, что когда все ждали, что ой-ой-ой, что же будет, сейчас будет сокращение стимулов. И все очень боялись. И было очень много страха на рынке. Я же говорил неоднократно на наших летучках, что ничего катастрофического не произойдет. Потому что в Феде не сидят безмозглые ребята. Они знают, что им не нужна шоковая терапия на рынке ценных бумаг. И работа с инфляцией будет то же самое происходить. И с снижением стимулов то же самое будет происходить. Поэтому не стоит ожидать каких-то кошмарных сценариев. Все может быть. Я как бы ничего не гарантирую. Но я говорю о том, что Фед всеми силами старается сделать так, чтобы ничего кошмарного на рынке не произошло. Это не в их интересах абсолютно. Сантимент мы сейчас посмотрим. Формат Фед. Сейчас мы тоже посмотрим. Хотя я об этом уже сказал. Хочу еще раз напомнить по поводу просадок S&P. Ребят, просто обратите внимание, в каждую просадку, в каждую, давайте я сделаю еще раз двухлетнюю таймфрейм. Каждый раз вот в таких вот просадках выходят псевдоэксперты на YouTube и начинают ныть о том, что в этот раз конец доллару, конец золоту, конец рынку, конец капитализму, конец света, конец солнцу, конец космосу, земляному ядру, вообще всему конец. Каждый раз одно и то же происходит и каждый раз рынок просто дальше растет. А все, кто слушал этих ребят, остается ни с чем. Просто поймите, рынок исторически всегда растет. Вот исторически, если вы откроете индекс, посмотрите на его историю, он всегда растет. Если произойдет такое, что рынок перестанет расти, да, вот поверьте, думать о доходах мы будем в последнюю очередь. Если рынок прекратит расти, значит на рынке такой ужас произошел, что нам вообще не до брокерского счета и не до акций. Поэтому вот, чтобы не впадать в анабиоз, следуйте своей стратегии. Если вы инвестор и вы знаете сильные бумаги без долгов с растущим бизнесом, это ваш портфель, вот как Джозеф Карлсон делает. Просто подбирайте интересные бумаги. Если вы трейдер, работайте дальше, просто поймите, что волатильность выше, уменьшите ваше время присутствия на рынке, уменьшите сумму, с которой вы работаете. И все. Но я повторю, что лучшего входа на рынок, ну момента такого не существует на рынке. И на нем всегда работают. Никто не делает так, что вот сейчас я выйду в кэш и подожду лучших времен. Так это не работает. Я вот помню, что в 19-м, 20-м году я писал неоднократно, что будет V-образное восстановление. Неоднократно писал об этом. Все говорили, нет, это как минимум до 9800 года, и все, на этом конец, леса сгорят, вода испарится, все. А я говорил, V-образное будет. И причем я не говорил, потому что я такой гуру-эксперт. Нет, потому что об этом писали ЗАГС, об этом говорили уже мои вот самые первые американские коллеги, что работаем дальше, это все FED не даст просто так рынку обвалиться. Случился ковид. Но никто не даст, чтобы мы вот здесь ползли вот так вот. А все говорили, что мы будем вот здесь ползти вот так вот и вниз пойдем, туда, вниз за монитор, где у меня уже макбук закончился. Что все будет именно так. И все вот шартили всю эту историю. Вот здесь шартили, здесь шартили, что все, это все ерунда. Конец света наступил. Но этого не произошло, и рынок пошел расти дальше. А все, кто слушал этих псевдоэкспертов, так и остались ни с чем. Поэтому просто смотрите график, график всегда обо всем скажет. Посмотрите вот на эти вот W-образные провалы, V-образные провалы, вот V, W. Все на графике написано. И смотрите глазами маркетмейкеров, смотрите, что они делают. Просто это же их движение. Вот эти V-образные движения, это сильные уровни. В, W, W, V, V, W. Здесь будет либо V, либо W. Средние я уже показал, куда мы можем прийти. Просто потому, что это уровни. Не потому, что это Dave, так сказал. Это потому, что уровни. И вот они у вас перед глазами. Не слушайте просто вот этих вот ребят, которые вещают всякую... Окей, давайте пройдемся по Дискорду. Как отбирать акции? Как отбирать акции? Я выложил материал. Это не вебинар, это, можно сказать, рабочая тетрадь. Там описывается процесс, как отбирать акции для торговли. Возможно, кому-то будет интересно. Это продолжение цикла. Где это? На, я вебинар отпихал. Да, вот оно. Анализировать индикаторы настроения и ширины рынка. Пользоваться скринером Finviz. Анализировать акции. Определять точки входа в позиции и выхода из нее. Это очень интересный материал с той точки зрения, что если вы все же, вам страшно, вы сидите в кэше. Все равно вам нужно будет собрать какой-то портфель виртуальный, который будет у вас под рукой. И вы в него зайдете, когда вы посчитаете нужным. И все. Когда вы увидите силу в спае, когда мы увидим разворот средних и так далее. Поэтому этот материал, он очень интересный. Его можно изучить и с ним работать. Мартин Цвей. Мне прислали стране... Я даже не понял, это кусок от чего. Если кто-то поймет, напишите. Мне прислали вот такую бумажку. Скан. От 4.11.90 года. Здесь он очень классные вещи говорит, на самом деле. Может, это книга какая-то. Не могу сказать. Ребят, честно. Сейчас я русскую версию открою, чтобы всем было понятно. Ну, тренд is your friend. То есть, держитесь тренда. Не боритесь с трендом. Вот эти все шартовые истории, они очень опасные. Позвольте прибыли расти и быстро несите убытки. Имеется в виду, что если вы видите, что что-то ломается, зафиксируйте убыток, двигайтесь дальше. Не надо там сидеть и терпеть, ждать, что что-то сейчас изменится. Если какая-то акция начала валиться, это всегда так на рынке. Она будет продолжать валиться. Если какая-то акция растет, она будет продолжать рост. Вот это правило рынка. И опять же, это вот этот Мартин Цвейн, да, он разработал. Он пришел к этим выводам. А он один из лучших аналитиков своего времени на Wall Street. Если вы покупаете по какой-то причине, и эта причина больше не действует, тогда продавайте. То есть, если у вас была какая-то задумка, по которой вы купили бумагу, но идея не сработала, выходите из нее. Не надо эту позицию держать и молиться, что она сейчас развернется. Если ценности не имеют смысла, то не участвуйте. Это тоже очень важный момент. Если вы прочитали где-то, что, например, да, и вот сейчас вот это, есть такой момент, что Alibaba – это самая недооцененная компания в мире, самая недооцененная акция в мире. Да, это так. Пусть это будет так. И все аналитики пророчат ей ростом несколько иксов. Возможно, это так. Возможно, там крутой бизнес, крутая статистика по продажам, рост продаж. Возможно. Возможно. Но есть политические риски, которые не дают реализоваться потенциалу этой акции. Точка. Вот как бы вам Alibaba не нравился, как бы вы не хотели с ней работать, политические риски вам этого не дадут сделать. И все. Вот о чем я тоже сказал. Чем дешевле становится, тем дешевое, тем дороже становится дорогое. То есть и то, что падает, падает, то, что растет, растет и дальше. Не боритесь с ФРС. Но мы об этом, я надеюсь, что мы вот эти две вещи за два года работы в чате поняли, что всегда надо использовать стопы, и самое главное на рынке это ФРС. Важнее ФРС нет ничего. ФРС решает, куда двигается рынок. Каждый индикатор в конечном случае превращается в пыль. Это правда. Потому что индикаторы, да, они нам помогают, но они не являются конечной инстанцией. Конечная инстанция – это та самая чуйка, о которой говорил Оливер Келл, который заработал по итогам прошлого года там около тысячи процентов. И после чего, когда я с ним познакомился, я и завел привычку в нашем телеграм-канале, чтобы каждый отмечал акции, которые согласно его чуйке, да, могут вырасти или упасть к концу месяца, чтобы вы развивали эту чуйку. Это самое важное, что есть. Тот же Оливер Келл, да, он использует индикаторы, осцилляторы. Это все важно, очень важно. И графики, технический анализ, фундаментальный анализ. Но конечной инстанцией, когда человек примет решение, это чуйка. Это чуйка, это очень важно понимать. Адаптироваться к изменениям. Я об этом тоже неоднократно говорил, это отражается в Дискорде. У нас постоянно меняются наши стратегии, потому что рынок постоянно меняется. И мы не можем работать в одних и тех же стратегиях годами, потому что все очень быстро, очень быстро меняется. Не позволяйте своему мнению о том, что должно произойти, влиять на вашу торговую стратегию. Об этом тоже мы неоднократно говорили, что ваши ожидания, это, я извиняюсь, ваши половые трудности, это никакого отношения к рынку вообще не имеет. Рынок вот работает по своей стезе. Любите вы эту компанию, которая у вас в портфеле, уважаете, хотите, чтобы она росла, всем на это плевать. Есть конкретно динамика рынка, есть технический анализ, есть средний. Будет это, если рынок захочет, чтобы эта акция росла, она будет расти. Если нет, то нет. Вы с этим вообще ничего не сделаете. Ваша задача ограничивать свои риски. И все. И все. И придерживать своей стратегии. Единственное, что вы можете делать на рынке цинк-бумаг, это ограничить свои риски. Не видите в своих ошибках рынок, не играйте все время. Я уже неоднократно тоже говорил, что задача трейдера или инвестора не заключается в том, чтобы всегда быть в рынке. Каждый день выходить и работать. Нет, абсолютно нет. Задача у трейдера и инвестора абсолютно одинаковая. Вот это очень важный момент понимать. Задача трейдера или инвестора заключается в том, чтобы купить что-то очень крутое, дешево и со временем, неважно со временем, через час, через неделю, через месяц, через 10 лет продать дороже. Купить дешевле, продать дороже. И это должно быть настолько крутое, что со временем его цена будет расти и вы найдете покупателя на эту компанию. Вот в чем проблема. Я вот такие вещи понимаю, потому что, в первую очередь, я работаю с реальным бизнесом, со стартапами. И я понимаю, что я должен создать ценность компании и продать ее. То же самое и здесь. Вы должны найти крутую компанию, купить ее дешево и продать дорого. Вот и все. Вот и вся задача. Больше никаких задач здесь вообще нет. Вы никогда не узнаете всех ответов. Правда. Вы никогда не узнаете, правильно вы делаете что-то или нет. Потому что этого правильности, этой правильности не существует. С этим тоже надо мириться. Это очень важно. Не зацикливайтесь слишком сильно на краткосрочных информационных потоках. Я об этом тоже неоднократно говорил. Сейчас все гуру, псевдогуру, псевдоспецы сейчас заполонят YouTube тем, что сейчас вот все падает, будет еще хуже, потому что я так сказал. И вот все-все в этих тонах будет. Это будет касаться не только YouTube, это будет касаться всех говорящих голов. Вы не представляете, что творится на телевидении, инвестиционных каналах, Bloomberg, CNBC. Там этих говорящих голов просто море. И вот они все вещают, что ой-ой-ой, ой-ой-ой, как все плохо, как все плохо. А мы просто берем, отключаем все это, всю эту шушеру и работаем с графиком. Вот, это очень важно понимать. Вот такие важные аспекты. Я разместил этот документ в Дискорде, в ветке библиотека. Можете с ним ознакомиться. Если вы узнаете, откуда это, дайте знать. Может, там есть какая-то книжка интересная. Не знаю. Но мне вот прислали, я выложил. Это очень, очень интересная штука. Окей. Так, что у нас осталось? Да, давайте посмотрим на сантимент. Я напомню, что итоги недели я всегда публикую в ветке Wall Street. Вот здесь вот вы всегда можете до выпуска на YouTube все это дело посмотреть. Итак, поехали. Что у нас было? Сильным сектором был утилитес по итогам недели и real estate. Самым слабым было XLC и XLY. Ну и далее. То есть, все остальное было в красной зоне. Зеленый был только утилитес. Что еще? По биткоину он сильно просел. Опять же, если сейчас прошерстить интернет, везде будут говорить, что биткоин будет скоро стоить 1 доллар или 1000 долларов. Или тоже Ethereum сейчас упадет до 200 долларов. Вот это все плохо. В то время, как на любую из этих бумаг, давайте я все буду назвать бумагами, на любую из этих бумаг можно наложить технический анализ и также посмотреть посредним, куда мы идем, что происходит. И все. И все. И не слушать все этих аналитиков, псевдоаналитиков. Это все очень интересно. Сезонность S&P мы уже смотрели. Я хочу напомнить, что декабрь, январь, февраль, март очень такие тяжелые месяца. Они сродни сентябрю и октябрю. Сильными месяцами являются май, апрель, июнь, июль, август и ноябрь. Это исторические данные с 2017 года по S&P. Чтобы вы просто понимали, что происходит с S&P. Спасибо всем, кто участвует в тренажере своей чуйки. Это очень важно и очень круто. Потому что вот на это нужно время, чтобы вы развивали вот это свое качество. И важно, я хочу отметить, что это самое большое количество участников с момента запуска вот этого трейдинг-контеста. Участвуйте. Просто это же хорошее время и возможность отрабатывать свою чуйку. Посмотреть, на что другие ребята смотрят и так далее. Это очень важно. Что еще? Что мы по итогам вообще недели получили? Мы получили S&P просадку 1.3, Dow 0.8, IVM 3.7, это Russell, Triple Q, минус 2. Развивающиеся рынки показывали какую-то силу, плюс 0.5, хотя это такая погрешность. EFA 0.1, TLT плюс 2.5, защитные сектора. Золото, походу, просто перестало быть защитным сектором. Два направления, ETF, которые отражают Grow и Value активы, они хором падали. Я об этом уже говорил, что вопрос диверсификации внутри рынка ценных бумаг, он условный. И мы видим это по ETF. Кто рос среди ETF хомбилдерсы? И все. Больше никто. Падали со свистом китайцы, энергетика, MJ, энергетика, крипто, интернет, ритейл. Все со свистом падали. Это и понятно, тот же ритейл, потому что инфляция, цепочки могут опять оборваться из-за этого омикрона. Это все читабельно, это все видно. Среди стран росла Колумбия, Соус Африка, Мексика, Россия. Очень круто. Греция. В аутсайдерах были Чили, Турция, Сингапур, Китай, Канада. Круто, когда Россия круче Сингапура. Вот. Да, что еще? Хотел вам показать очень интересный момент. Если вы выходите на рынок ценных бумаг и хотите посмотреть, где происходит кипиш, то есть где все деньги, где на что смотрят, где суета, просто зайдите в Finviz, Screener, выберите тот или иной индекс, вот S&P, например, и выберите Mos Active, больше ничего не делайте. И вы увидите, где происходит весь кипиш, где бум, где деньги, откуда они уходят и что происходит. Видите, как все было интересно на прошлой неделе. То же самое можно посмотреть по NASDAQ, по DO, вернее. Можно посмотреть по секторам и посмотреть, где главная активность, где институционалы, где розничные игроки. Очень интересный и простой фильтр. Ну, я, честно, перестал смотреть на Fearing Read, потому что, считая его абсолютно нерелевантным, он просто повторяет динамику рынка, по нему что-то понять вообще невозможно. Такой хомячинный индикатор, который показывает, как люди пугаются без опыта, которые пришли на рынок, пугаются и все распродают. Извиняюсь, у них там ноги по носам отрывают от страха, и вот они добавляют нам волатильности. Но лучше бы они не приходили на рынок, честное слово. Вот чтобы у нас с 85 падало на 25. Ну, камон, зачем ты тогда приходишь на рынок, если ты себя так ведешь? Не приходи тогда или купи индексы и не лезь в акции. Потому что, конечно, вот это катастрофа, то, что происходит, вот эта вот колбасня. BTC, смотрите, интересный график. Я его взял из нашей ветки крипто, криптоидеи. Здесь, я напомню, два управляющих, они публикуют свои графики. На них можно смотреть. Вот, и они как раз опубликовали вот это движение, что да, мы видим просадку, мы видим слабость, но она отыграется. Вот они все ждут к 100 поход к концу года. Посмотрим, как это оправдается. Интересно, мне нравится. Мне кажется, здесь есть даже меньше кипиша, чем вот здесь. Вот, что еще? Все, put call ratio скаканул, но сейчас спокоен. Ничего такого катастрофического здесь нет. Мы увидим, как забирает ликвидность FED. Вернее, прекращает, не забирает, прошу прощения, прекращает стимулирование. Здесь есть объемы. Но мы видим, что да, снижается больше настроение на рынке, больше настроение на рынке, но оно все еще выше 50. Видите, вот оно. Все еще выше 50. И все еще люди на 100% находятся в акциях. Они в акциях, и они все еще зарабатывают. Хотя настроение очень сильно портится. 71 было, потом 63, это 3 недели назад, 2 недели назад, 63, неделю назад, 51. Если мы условно на S&P где-то не развернемся, вот здесь не отобьемся от 130 и не пойдем вверх, то это настроение испортится, да, которое я вам показал. Оно испортится, и они уйдут в банды, в кэш там и так далее. Market sentiment выше, чем обычно. Почувствуется эйфория, но она, собственно, отражает вот этот индикатор, что все еще люди в акциях. У меня еще был график инсайдеров, куда он делся? Ну, неважно. Инсайдеры, на самом деле, у них настроение не сильно изменилось, поэтому говорить там о чем-то интересном не приходится. Так, сантимент мы посмотрели, поэтому, ребят, на рынке много паники, много страха, но я вам показал уровни, просто держитесь их, и все будет хорошо. Давайте посмотрим два отчета ЗАГСа. Вы просили, чтобы я делал разборы по графикам. Мы посмотрим на эти отчеты, где они? Вот они. Два отчета вышло. Первый по инфляции, защите от инфляции. Второе, 7 бумаг на 30 дней. Я посмотрю по графикам с той точки зрения, куда стоит заходить, а куда нет. Ну, куда я бы зашел, согласно графику, а куда бы не зашел. Я заранее сюда выписал эти графики, и давайте посмотрим. Кстати, я пока смотрел эти графики, нашел два интересных графика. Это Dell. Сейчас я вот здесь вот среднюю изменю. Если у кого-то эта бумага в портфеле, или которую он наблюдал, и кто-то наблюдал. Вот Dell очень хорошая история. По MACD прямо очень видно. Здесь есть покупатели, вот они, да, пришли. Очень хорошая история по RSI, по средним. Поэтому, если вы работаете с этой бумагой, просто имейте в виду, что у нее очень интересный график. И по HP очень интересный график. Начало движения, видите, вот оно. И вот они растущие пошли. По RSI, конечно, он перекуплен, и здесь прямо он ударился чуть-чуть, видите. Вот прям свечка. Но по MACD и по средним тоже очень интересная история. Вот оно, да. Были продавцы, потом гэп закрыли, пошли выше. Поэтому это просто мне они попались под руку. Итак, смотрим. Смотрим. Сейчас я изменю. Изменю. Таймфрейм и посмотрим на наши бумаги, которые нам подготовил ЗАГС. Эй, эй. Так. Что-то мне не нравится. Давайте мы закроем еще раз чарт этот. Так. Давайте сделаем так. И здесь настроим 50-ю. И будем смотреть по-студу. Ну, сюда я не пойду. Оборванный график. Тут вообще пролив. Поэтому защищаться от инфляции я пока не готов. Посмотрите на MACD. Ну, нет. Идем дальше. Nexo. Nexo. Нет. Посмотрите. Средний вообще. Наверху порванный график. Ну, видимо, ребят смотрит на фундаментал. А график первичный. Я не зайду. WLL. Нет. Опять же, смотрите на MACD. Смотрит вниз. RSI посмотрим, развернутся или нет. Сейчас бумага больше падает, чем растет. Ну, и по среднему такая история, что они сверху цены. То есть, это на ближайшие 30 дней я, как защита инфляции, я бы пока не залез бы сюда. Мос. Мос. Средний сверху. Ну, камон. Поломанный график. С октября, 11 октября. Вот мы пришли сюда. Сказали, уперлись в RSI по перекупленности. Ну, вот здесь побарахтались. Хотя, смотрите. Росло, как будто что-то. Видите? Тащили. Обманывали людей. Тащили. Хотя MACD уже говорил. Не, не, ребята, не верьте. Этому уже все плохо. Но здесь никто не прислушался. Потом MACD сказал. Ну, и ладно, я без вас пойду вниз. И вот здесь мы обрушились. Вот оно. И пошло все вниз. Так, MOS BIP. BIP. Это что у нас? Бритч Петролима, что ли? Нет. Я ошибся. Ну, нет, нет, нет. Здесь вообще кто-то вышел в огромном объеме 11 ноября. И бумага посыпалась. Средние полезли вверх. RSI упал, MACD упал. Давайте добавим еще ОБВ. Посмотрим на объемы. И мы увидим, что они уходят. Я почти уверен в этом. Ну, вот, да, где они? Вот они ушли и все. Нет тут ничего интересного. Даже не знаю, как они будут защищаться этим бумагом. Бумагами от инфляции, когда у них поломаны графики. Посмотрим. Может, на следующей неделе, когда S&P вернется в нормальное настроение, что-то изменится. Пока я бы не сказал, что у меня что-то изменилось. Так, 7 бумаг на 30 дней. Следующий отчет. Вот он. Давайте посмотрим, что за бумаги и какие у них графики. Так, что там было первое? BJ. BJ. Спорный момент, конечно. Но я бы не полез. Хотя объемы здесь пытаются развернуть эту историю. Надо смотреть следующую неделю. По RSI пока все хорошо. Видите, он оттолкнулся. Надо смотреть. Вот за этой бумагой я бы понаблюдал. Здесь интересно. Может, интересный разворот произойти. Может, если Саша смотрит подкаст, подскажет свое мнение. Интересно. BJ интересно. Однозначно. Отметим его. Можно глянуть. Boot. Даже не знаю, что это такое. Come on. Ну, нет, нет. Наверное, больше нет, чем да. Опять же, смотрите, продажи были огромные. И здесь мы упали. По RSI мы пока не пробили 50-ю. Но мы пробили здесь. Хороший уровень. 20-й. Надо смотреть. Я бы, конечно... Нет, наверное, я подождал бы еще. Здесь продажи. Видите, какие очень серьезные продажи. И помогди. Смотрит вниз. Спорный момент. Не скажу, что прямо вот... Надо наблюдать. Надо наблюдать. Неделю-две я бы посмотрел, если эта история развернется и бумага продолжит рост. Потому что эта история, видите, она здесь вот похожая. Вот такие у нее горки. Если здесь такая же история и она развернется, то можно с ней поработать. Вот так. Что еще? Бут. CVX. CVX я работал, кстати. CVX. Это Шеврон, да. CVX я работал. Очень-очень сложный график. Я здесь и терял, и зарабатывал. Очень сложный график. И очень сложная бумага. Вот. Но график, кстати говоря, интересный. Пока ничего страшного нету. Тоже нужно наблюдать. Слушайте, у них бумаги на 30 дней намного интереснее, чем бумаги для защиты от инфляции. Интересно так. Гольф. Следующая акция. Гольф. Ну, здесь, конечно, нет. RSI поломался. Объемы уходят. И MACD. Нет, 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 нет. Вот. Гольф нет однозначно. Едем дальше. HD. Это Home Depot. Ставку на Новый год делают. Ну, знаете, я неоднократно был в Home Depot. В Австрии, в Германии. Первоклассный магазин. Мне очень нравится. Во-первых, мне нравится, что вы когда там что-то покупаете, вы там же бесплатно можете все упаковать. То есть, вы можете из магазина уйти сразу в гости. Вот когда вы идете в гости к друзьям, к подругам, к семье, родным, вы знаете точно, что вы идете в Home Depot, покупаете там подарок, там же упаковываете бесплатно, красиво, то, что в других местах не бесплатно. И оттуда сразу идете в гости. То есть, вам не надо думать, а где же мне упаковать подарок? Где мне найти там еще тысячу рублей на упаковку? Нет такого. И, кстати, такая же история в Испании. Там нет, правда, я не видел там Home Depot, именно на юге Испании. Там есть свои магазины. Там тоже упаковка бесплатная. Вы заходите, покупаете, упаковываете бесплатно и уходите в гости. Это так работает. И да, еще очень важный момент. По Home Depot и по этим рождественским историям, что я бы делал ставку не на то, что у них акции порастут к Новому году, а чуть позже, когда они сделают квартальные итоги по первому кварталу. Потому что, когда у них распродажа идет, это что-то фантастическое. То, что у них стоило... Ну, давайте так. Не то, что стоило. У них скидки могут быть не как пишут там до 80%, а от 80%. И то, что стоило там 10 баксов, можно условно купить за полтора бакса. И это честные скидки. Это не то, что они за неделю там сделали то, что стоило 1 доллар, 10 долларов, а потом обратно... Обратно с недели. Или нет, здесь реально вот в Европе честные скидки. Вот в таких крупных сетях. Честно, когда они пишут там 90% скидка, это не значит, что у них там какая-нибудь поломанная свечка будет лежать со скидкой 90%, а на все остальное будет скидка 3%. Такого не будет. Вы такое не встретите. Поэтому я бы подождал, что будет в первом квартале. Не то, что под Новый год, чем закупятся ребята, а что потом на скидке, на скидках будут все это закупать. Ну, интересная история. Может порасти и под Новый год. Я вообще люблю этот магазин, и там всегда много народу. Это как культура. Им на эти скидки все равно. С точки зрения, что я сейчас подожду, не буду ничего покупать, потом куплю. Такого нет. Я к тому, что и под Новый год много покупателей, и потом очень много покупателей именно после Нового года, потому что на скидки тоже приходит огромное количество людей и закупается на следующий год. Вот. Home Depot стоит посмотреть, понаблюдать. LC. Что-то знакомое. А, нет. Ну, че, нет. Тут вообще downtrend. Нет. TSN. Последняя бумажка. TSN. Есть покупатели, смотрите, видите. Есть покупатели, надо смотреть за средними на следующей неделе. Интересно, вот RSI выбился. MACD очень интересная история. И деньги пришли, видите. Вот они. Бум. Вот они пришли. Поэтому тоже можно понаблюдать. TSN у нас получается и BG. Ну, Home Depot такая интересная тоже история. Вот. По-моему, мы все посмотрели. По всем пунктам прошлись. Что делать? Давайте я посмотрю, все ли я посмотрел. А, мы хотели еще голосование. Давайте я голосование опубликую. Не успел опубликовать. Не успел забрать у американцев их данные по голосованию. Но, как я видел... А, давайте я сейчас так гляну. Сейчас, один момент. Сейчас я с телефона посмотрю. Что у нас с голосованием? Итак, значит, мы с вами ставим на то, что 59% считают, что рынок будет расти. 41% считают, что рынок будет снижаться. Прямо борьба лангистов и шортистов. И... И посмотрим, что... что говорят наши заокеанские коллеги. Сейчас, один момент. 47% на то, что будет расти. И 53% на то, что он будет падать. Зеркально по-разному мы мыслим. На этом у меня все. Надеюсь, вам понравился подкаст. Напишите ваши комментарии в... в... телеграме или... в... в дискорде. Я вот сделал по вашему новому формату, по вашим просьбам скорректировал... скорректировал немного формат наших подкастов. На этом у меня все. Всем хорошего настроения и... держитесь верным курсом. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok